С ним сделать и делать. Он есть деятельность на время. И это какой-то объект мышления по этому объекту. Он существует в трех этих реальностях одновременно. А дальше мы пытаемся рассмотреть представление о деятельности. Своим разные очки, через которые мы можем рассматривать объект и депарировать его как объект деятельности. И для этого мы вводили несколько разных схем, организующих предназначение о деятельности. Ну или мы рассказывали про эти очки деятельностного подхода, через которые мы можем смотреть на эту реальность, на эту деятельность. И остановились мы, собственно, на схеме производства деятельности и трансляцию культуры. И поговорили немного про разные стрелочки и места в этой скрипте. Ну, в частности, про ситуации, в которых реализуются цена. Ну, мы замечали, что ситуации всегда разные. Ситуации всегда данные нам. Как, если бы у меня там данные. По большому счету. А нормы, это всегда, так или иначе, какие те же нормы, которые реализуются в этой ситуации. По которым нужно следовать реальность деятельности. А дальше нам нужно посмотреть на другие схемы, на другие представления, которые существуют в деле деятельностного подхода и описывающие саму деятельность. Если бы у вас были какие-то вопросы и рассуждения относительно прошлого разума, мне бы было еще двигаться и цеплять какие-то ваши соображения. Чтобы не делать это вообще в таком аналогичном реализации. В таком аналогичном реализации. Хорошо, тогда давайте перейти дальше. Про деятельность, которая реализуется в ситуации. Возьмем вот этот аспект реализации нормы деятельности в определенных ситуациях и о том, как мы представляем тогда вот эти ситуации, в которых реализуется нормы деятельности. Эти ситуации мы, говоря о деятельности, прежде всего представляем себе как набор взаимодействующих друг с другом позиций в этой деятельности. То есть всякая деятельность, она кооперативна. То есть нет как бы индивидуальной деятельности как такового. То есть если мы вступаем в какую-то... что еще и любого рода активность, она так иначе связана с кооперацией. То есть взаимодействием с другими позициями. То есть нам само по себе для нашего труда организованного нужно чего-то. Инструменты, материалы, знания. То есть все, что организует нашу работу в схеме автодействия. А значит откуда это берется? То есть это поставляется как бы из других мест. Или какие-то другие деятельностные позиции, они нам дают. То есть и создают для нас инструменты, либо предоставляют материалы, либо там содействуют в выполнении работы и так далее. Это всегда как бы коллективная, кооперативная деятельность. А значит первично, когда мы начинаем осуществлять анализ какой-либо деятельности, то есть первая схема, первое, что нам необходимо сделать, посрабатывая ваши модели, с которыми вы пытаетесь, это выделить на тот тех позиций, которые между собой взаимодействуют и организовывают в некую коллективную деятельность. Вот ситуация, это всегда набор, прежде всего, разных взаимодействующих между собой позиций, у которых есть собственное представление о деятельности. То есть если мы разбираем какую-то модель, связанную с социальной помощью, работает с многодетными семьями или еще что-нибудь, то тогда нам нужно выделить вообще, кто взаимодействует в рамках этой системы всей деятельности. То есть кто там участвует. И вот можно просто заняться сейчас каким-то набором и перечислением, пониманием того, кто является участниками этой деятельности. То есть кто там видит. То есть звук. Ну, то есть мы работаем здесь. Вот как бы где-то, вот ты строишь модель, да? Какое-то идеальное представление. Модель, как бы, в данном случае, у тебя очень четко связано с моделью деятельности. То есть когда это какой-то коллективно организованный процесс, в котором участвуют разные деятельностные позиции, которые специальным образом организованы. Причем организованы они должны быть таким образом, чтобы сама проблема, в которой ты пытаешься работать, она исчезала, ну или как бы решалась в этом месте. Ну и еще эту проблему, в общем, тоже идентифицировать надо. Это первичный анализ, который ты должен сделать, чтобы выучить эти наборы этих позиций. Кто с кем вступает в отношения? Какие позиции существуют в этой деятельности? Это первый, как бы, срез, который есть и который осуществляется. Можно пройти простым кондомным путем в этом месте. То есть норма, которая организует деятельность, это в том числе, как бы, например, правоуминовым. Первый срез – анализа. То есть ты придешь и открываешь закон о социальном обеспечении, или, как он там называется, серию законов по законам, которые выливают деятельность, и просто тупо выписываешь оттуда, кто ответственен за что, и как там организовано описание этой деятельности. И просто берешь, там будет обязательно позиция министерства социального обеспечения. Там будет позиция министерства финансов, которые выделяют... Это, в общем-то, разные позиции по себе. Они как-то скопываются в общей системе государственного управления, но тем не менее. Там будут территориальные центры социального обслуживания, например. Там будет, в этой системе, сами как бы объект, которому оказывается эта помощь. В зависимости от того, какая-то там сфера относится социального, это могут быть разные типы граждан, с ограниченными, с какими-то специальными потребностями. Назовем это... Клиент? Ну, условно, да, как бы... Клиент, да. Это разные типы, могут быть клиентов, самих по себе. Ну, мы когда-то это называли экзистенциальным заказчиком. То есть, тот, у кого есть проблема какая-то, но кто сам ее решить не может по каким-то отвечающим. Это вообще, как, на самом деле, просто против клиента. Ну, вот клиент, просто так, когда мы используем, опять же, какие-то слова... И это, я скажу, что в базе для себя. Ну, то мы попадаем в сферу, ну, иногда, определенных языковых, уже сложившихся понятильных конструкций. То есть, когда мы говорим клиент в этой связи, то мы пользуемся языком бизнеса. Бизнеса и маркетинга. А это не бизнеса. То есть, вот, то, с чем вы, как бы, работаете, это явно не система бизнес-отношений. Там позиция бизнеса самого по себе, она может присутствовать. То есть, в этой всей системе позиций и оптиментации коллективной деятельности по решению вопросов, там, социального обеспечения, или решения проблем социально-мунизимных групп, как бы, позиция бизнеса, как бы, бизнесменов, она есть. Но это не делает всю систему, построенную на логике бизнес-отношений. Поэтому вот этот вот клиент, его нужно всегда понимать не как клиент. Государство не оказывает им сумму, по большому счету. Это какая-то другая форма отношения. То, как мы это называем, в общем-то, плечет дальше нас в определенной логике рассуждения. На какой страны нам является клиентом вот этой большой некоммерческой организации под названием государства? Мы же, когда занимаемся, ну, когда в некоммерческих организациях есть клиентские организации, которые работают, например, по оказанию услуг, например, вещь инфицированных. Они так называются, типа, организация клиентских. И государство представляет это большое некоммерческое организацию. Ну, просто это, скорее, потребитель услуг клиентов. Потому что они ведь не платят. Вот смотрите, это все слова, как бы, из сферы бизнеса и маркетинга. По социальной работе они именно используются. Хотя они из другой сферы. А почему? Вот можно, опять же, понимать, как тогда, ну, меняются представления. Ну, да, она такая, вот, интервьюрованная вообще. Почему не пациент? Вот почему, как этот субъект называется клиентом, да, а не пациентом? Ну, потому что в Европе, например, там реально клиенты, они покупают, как бы, услуги социальные. А вот, а у нас, может быть, по аналогу с Европой. Мне кажется, что тоже нужно нашим людям объяснять, что они, как бы, эти услуги не бесплатны. Они, как бы, с воздуха сходят, а это сходят из-за их налогов. То есть они являются, ну, потребительными. То есть... Вы понимаете, что они, как потребители, они не платят? Нет, не платят. Просто это, как бы, отбор ему времени. Почему они не платят? Да, то есть они осуществляют, как бы, платеж, только, как это, ну... Кто... Они делегируют государство, вот эти, как бы, принамочия, ну, по оказаниям... Вот смотрите. Да. Я прошу пока говорить. Это картинка, да, то есть, которую нам необходимо восстановить, как набор позиций. И это говорит нам про вот эту вот ситуацию, в которой, там, действуют нормы. И они все, вот эти позиции, они, ну, как бы, не сами по себе, как бы. А их поведение, там, да, и деятельность из этих позиций, она организована какими-то нормами, да. То есть вот этому человеку, который, как бы, является, пусть, там, в данном случае клиентом, да, ему все равно предписано, что он может делать, а что он не может делать. И он, в принципе, не может выйти за рамки предписанных ему деятельностью, коллективной деятельностью, ограничений, предписанных нормой поведенческих, там, всяких, там, реакций, там, действий, там, и так далее. И он этим ограничен, да. И, как бы, ограничен он не только, там, самой нормой, там, да, но еще и, там, отношениями, которые складываются, там, с другими позициями. Поэтому, как бы, когда мы пытаемся поменять что-то в этой системе, то, возможно, как бы, нам нужно вводить другие позиции в эту систему, там, да. Или, там, выводить какие-то позиции, то есть, или менять отношения между ними, которые складываются, да. Но первичный анализ, который осуществляется до того, как вы начинаете понимать и разбираться в этом деле, вы как-то осуществляете вот, исходя из, как бы, реконструкции вот этого набора этих позиций. И лучше всего, например, да, лучше всего, да, когда вы сами входите в какую-то из этих позиций, да. То есть, в принципе, находите себе место в этой системе, и из этого места начинаете анализировать сультуру отношений, да. Потому что, ну, иначе это такой достаточно такой абстрактный воздушный анализ, да. И при этом, как бы, вот в системе этой, которая находится в данном случае, как бы, у вас есть это место, да. Потому что там еще есть место, ну, там, значит, неук, там, да, научно-исследовательские и конструкторские разработки, да. Это, ну, как бы, пока, назовем, ученые, да. То есть, вы охотитесь, там, в позиции ученых, которые, как бы, в этой системе предоставляют особые, как бы, вот, знания для, там, участников этой деятельности, да. То есть, при данном случае, когда ученые предлагают какую-то новую модельку социальной организации, которая... Ну, тогда, соответственно, как бы, вы стояли в этой позиции, там, начинаете понимать, с кем вы вступаете в взаимодействие, как бы, ученые, да. Ну, как студенты, вы, там, можете изобразить из себя ученых. То есть, пока у вас, в таком учебном режиме, как бы, по-нарожему. Ну, это последний курс, когда вы можете даже дать. Потом, как бы, у вас все по-настоящему идет, там, да. Кому вы, как бы, представляете эту тему? Что, как бы, от вас, с кем вы вступаете в взаимодействие? Как это, там, вот, происходит и должно происходить? Ну, это, как бы, момент, который мы, там, разбираемся с позиционным, там, симптомом. А дальше, как бы, вот этот практический момент, там, взгляда, там, из определенных схем. То есть, вот, здесь мы занимаем какую-то позицию. То есть, в деятельности подходит, что происходит? Мы занимаем какую-то позицию, и у нас одеты специфические очки, через которые, как бы, мы смотрим на саму ту организацию. А здесь, на этих очках, как бы, у нас нарисованы, там, всякие схемки. И так, в любом, как бы, в том случае, вот, в деятельностном походе, как бы, там нарисована деятельностная схема. И, входящая в эту позицию, там, деятель, ну, через эту деятельность смотрит на это дело. И там, вот, в деятельностном подходе, там, как бы, по умолчанию клиентов не получается. Ну, то есть, клиент это или не клиент, это еще разобраться надо там, да? И очень важно тогда, какая, какая, вот, у нас общая схема представления и понимания ситуации, да? Какая программная молочка, через которую мы осуществляем анализы, да? Другой способ видения возможен другой способ взгляда. Наденем другие личные. Будем смотреть, например, на это все из позиции бизнеса. Это же совсем другого рода взгляд, да? Там есть, то есть, в бизнесе, там, заказчик, есть подрядчик, например, есть, есть клиент, да? Есть плательщик. И это все может быть с разными позиций, ну, в принципе. То есть, если мы разводим, как бы, позиционные, как бы, вещи, это разные штуки. Понимаете? И, в принципе, это, это уже задает, ну, совершенно другой способ представления той же самой ситуации. То есть, если у вас уже одеты, как бы, бизнес-очки, как бы, то вы эту ситуацию видите исключительно в вот этих терминах. И там, как бы, другой реальности не появляется. Поэтому как-то нужно быть осторожным, как бы, в способах выбора взглядах и пользователями именами, которыми вы наделяете какие-то сущности в этом мире. Вот где-то в маркетинг, сам по себе, он придуман в 60-70-е годы, если не позднее. Наверное, в 70-е, даже в конце 70-х годов. И маркетинг придумал такие слова, как целевая группа, например, сегментация рынка, потребности клиента. Клиент, интерпретированный как набор особых потребностей этого человека, который стремится удовлетворять производителей, которых представляет это дело. Они придумали концепцию, маркетологи, концепцию деятельности коммерческих фильмов, которые ориентированы на удовлетворение потребностей. И это, как бы, достаточно успешная штука была. То есть фирмы, пользующиеся маркетинговыми подходами, как бы, они начали, как бы, демонстрировать лучшие успехи, чем другие. И потом вот эта схема маркетингового подхода, так само по себе, начала переноситься в другие схемы организаций. Организации в том числе и некоммерческого сектора. Но сама природа некоммерческого сектора, она совершенно иная, как бы, чем, там, маркетинговые, там, бизнес, там, отношения, которые складываются, так, сами по себе. И поэтому начинается, ну, как-то, искаженное представление о том, как бы, что есть что. Вот общественные организации, там, сами по себе, они, как бы, они не оказывают душу. Вообще. Они по природе своей, как бы, не заточены на оказание услуг кому-либо. Ну, как, есть просто несколько, как бы, подходов в этом плане. Есть вот именно эти клиентские организации, которые как раз оточены на оказание услуги. Есть, там, другая сторона НПРО, когда люди объединяются в ассоциации, чтобы делегировать свои, ну, свои голоса, свой, то есть, ну, находить представителей своих интересов. То есть, зачем мне самому, там, например, заниматься обувь души и пати, потому что мне с ней могут, там, сплотиться с некоторым носом и делегировать свой голос, там, там, председателя или, там, на ответы. Смотри, вот, и, опять же, как это, рассуждение идёт искателя из определённого представления о мире. Да. И это представление о мире, оно, ну, такое, как это, бизнес-представление. Всякий человек, как бы, он является, там, потребителем производительных услуг. Там, там, под это ещё можно, там, стимулить, там, как сказать, взаимодологического индивидуализма и так далее, но это не важно, в данном случае. Смысл-то вот в чём, там, что, как появляются, ну, в общественном секторе организации, оказывающие услуги. Ну, первоначально, вообще говоря, то есть сам по себе общественный сектор, это, это вот для тебя, это такое, как бы, устройство, где люди самостоятельно, добровольно, там, там, с собственными рисками и собственными целями, как бы добиваются решения каких-то задач, внося туда какой-то пассивный вклад. То есть есть определённые характеристики. Добровольность, самостоятельность в постановке целей, как бы, и участие, да. То есть участие может быть денежное, как бы участие может быть трудом, там, собственным, там, и так далее. И получается, то есть первоначально, там, все общественные организации, как бы, они возникают, как ассоциация граждан, для решения каких-то проблем. То есть вот, когда, допустим, у нас есть проблема, какая-то проблема, и вокруг складывается, там, группа граждан, которая, как бы, самостоятельно организует деятельность, но, правда, для решения этих проблем. Ну, не важно, как бы, какая у них там проблема, досуг им организовать надо, как бы, или решить, там, не знаю, там, собрать денег для помощи нуждающимся членам этой общины, там, и так далее. Вопрос в том, что, как бы, есть вопрос какой-то, и первое, что делают граждане, когда у них появляется вопрос, они объединяются совместными усилиями для решения этого вопроса. Кто здесь клиент? Кто здесь, как бы, производитель суммы? Да, вот, как бы, все они там, да. То есть они же, это община, в которой проблема, она летает, и клиентом самой для себя, и производителем этой работы, и заказчиком, и подрядчиком, и плательщиком, там, и так далее. Вот это принципиальная сущность общественной активности и гражданского общества. Тогда мы здесь можем просто разделить это на некоммерческие и негосударственные, скажем так, организации. То есть, ну, негосударственные будут как раз вот эти группы по интересам, а некоммерческие будут такие чисто технические организации, которые там оказывают некоторые услуги клиентам. Дальше начинаются всякие извращения. То есть, вот, как говорится, суть общественной деятельности заключается только в этом. Как бы, мы, и все. Как бы, это, ну, как бы, наиболее чистый, как бы, идеальный, там, и, там, хороший случай общественной деятельности. Который, и все остальное, это всякого разного рода, ну, другие, там, отношения. Тогда кто-то, ну, как бы, соответственно, за решение такого рода некоммерческих, такого рода проблем. То есть, получается, что нам, если нужно, касается СССР, у нас есть это на уровне государства? Нет. Только граждане ответственны за решение всех проблем. Посмотрел сериал «Дэдвуд», только посмотри. Там, как такая Америка, «Дэдвуд» называется. «Дэдвуд» — это такой был город в Америке, который был расположен рядом с какими-то там золотыми близками. И они, ну, как это... А это еще такой достаточно дикий, там, запад. И был город, основан там, поселенцами, золотоискателями в основном, который не подчинялся ни одной из административно-секретариальных единиц, которые были. Люди, там, стали организовывать, там, свою жизнь сами по себе. То есть, никто, когда за них не мог никаких решить, там, проблем строительства, они сами строят. Там, им больница нужна, они сами организуют помощь. О, как бы, они сами находят возможности людей, которые, там, дают здания по школу и так далее. А охрана себя от бандитов, ну, значит, это, как бы, собственная милиция, которая их охраняет. Это, как бы, модель государства, то есть, как бы. Она не минимальная, это модель гражданская, которую сами начинают, как бы, выстраивать. И на любую проблему, которая их возникает, они, как бы, самоорганизуются. Да? И поэтому, как бы, когда нужно, они открывают бордели, а когда, как бы, нужно, как бы, они организуют, там, специальные ковбойские отряды, которые, там, храняют, там, их приз и так далее. И все это основано, в общем-то, на вот этой, как, незлобой, как бы, активности. Это, в общем, такое хаотическое общество, которое устроено, но это принципиальная вещь, которая складывалась в Америке, ну, с их особой историей, там, отношениями. В Европе все было по-другому, а у них так все появлялось. Все американские государства, это вот когда эти самоуправляющиеся общины, которые организовывались, ну, у них возникла потребность, там, общая организация. Ну, англичане-то долбали, как бы, нужно было, как бы, войну против них вести, и получили Соединенные Штаты. Как бы, до этого это был вот такой набор хаотических, самоорганизованных, там, вообще, как бы, с разным, в общем-то, типом устройств, там, разным способом функционирования, законодательства, там, и так далее. И эти Штаты так и остались, ну, и даже системы права разные. Ну, разные штаты, там, да, бывают. Почему? Ну, большинство, граждане так и ширили. Вот это смысл этой общественной активности. Алексей Датаквей, который вот такой же как ты был, да? Он во Франции жил все это время, приехал потом изучать, как устроено тюрьмы. И страшно удивлялся всему, что он там видел. Он писал целую большую книжку, там, «Демократия в Америке» называли. И вот, как бы, одно из пережитых ему удивлений состояло в том, что, как бы, на любую проблем, которая возникает в американском обществе, американцы отвечают самоорганизацию. То есть, они создают общественный комитет какой-то, который начинает решать эту проблему. А во Франции на любую проблему, которая там возникает, создаётся специальный орган в правительстве, который начинает решать эту проблему. И это, как бы, вот принципиально разный, по сути, смысл в отношении, подходах к решению проблем в зале. И, заметьте, как это, да, они тоже не знали ничего, не про маркетинг, не про клиентов, не про государственное устройство, но мы такие стихийно организующиеся вещи. И в этом суть. Суть, как бы, общественной активности, да. А когда мы пытаемся взять и наложить какие-то схемы, ну, вот, там, взять, как бы, про то, как наши государственные мужи, там, видят себе устройство гражданского опыта. И они его видят, как он к советскому подходит, да, что общественные организации, они предназначены для того, чтобы помогать государству решать определённого, там, рода, вопросов. То есть, что должны делать профсоюзы? Профсоюзы должны обеспечивать досуг советских граждан, как бы, путёвки им организовывать, санатории, как, как бы, и организовывать, ну, у странных годов должно помогать стать сбоками. Ну, вот, и так далее. И это, как это, совершенно, ну, как бы, ну, и взгляд на это дело, чем задаёт, как бы, бизнес-клубик. Да, мы просто можем эти же инструменты применять столь эффективно, сколько бизнес, и столь её в коммерческой сфере. Я имею в виду маркетинг и менеджмент будут всегда. Просто до того, как возникла, ну, возникла как наука, он просто формировался, ну, там, хаотически, да. А здесь уже просто кто-то стал изучать лучшие практики или просто написал мне книги, или стали начинать, как бы, и деятельность стала повышаться эффективно. Вот в этом большой вопрос, вообще, на самом деле, есть. Существует ли что-либо до того, как оно, как бы, оформлено в понятии, ну, или за рублями, там, какими-то сферами деятельности, другими людьми, то есть, я не знаю. Какие-то приёмы используют для управления. Наши бюджетные существовали тоже сработали. Есть вот в герменевтике, герменевтика – это такая фигня, которая занимается пониманием, ну, текстов там, в основном. Так вот, там есть принципиальный запрет на модернизацию. То есть, чтобы понять, как функционировало, например, государство и общество в средние века, мы не можем пользоваться категориями и понятиями, которые у нас есть сейчас. Потому что тогда мы понимаем не то, как оно было устроено тогда, а как, ну, модернизируем их понимание. И мы там открываем новые сущности, которые тогда вообще не существовали. Вот до определённого развития человечества вообще не было деления никакого на государство и общество. Ну, не было. То есть, люди не представляли себе, как это разделять. Вот в Риме, как бы, это было одно – государство и общество. Там не было таких вот категорий, которые мы сегодня можем анализировать это дело. А потом уже там в средние века гуглокроции разделило государство и общество, и стало возможно понимать это отдельно. А до того, как это было разделено гуглокроцием, я не знаю, как бы вот это было. Можно понять или нет. Иначе. А вот ещё, как бы, есть вот сферы отношений, которые, как бы, ну, нельзя препарировать в неправильных схемах. Аначе мы всё неправильно поймём, как они организованы. Вот то же самое, как бы, с этой общественной деятельностью, там, некоммерческой, всякой вещью. А есть согласность распространять там схемы и подходы, которые, как бы, ну, не ревантны. Я не говорю, что техники какие-то, которые вот есть в этих коммерческой комбике или там маркетинге, они неприменимы абсолютно в общественной сфере. Они, конечно, могут, как бы, иметь своё место. Они, конечно, как бы, там, могут давать свой эффект. Но нельзя всё интерпретировать в общественной деятельности или в социальной работе через элемент общественной сферы. Понимаете? Нет, мы всё это понимаем. Это к тому, что терминология, которая используется именно в социальной работе, в теории социальной работе, в технологиях, в основном, она, в основном, почему-то... Да, например, клиент, потребитель, услуги... Ну, это даже в учебниках просто прописано, в котором учимся. Ну, получается, тоже какие-то термины. Как вы тогда критически относитесь к тому, что написано? В общем, в этом деле. Деятельностный подход, он как больше, более абстрактная, с одной стороны, вещь, более чисто, схематичная. Оно позволяет, как бы, иначе репарировать вот ту реальность. Любую ту реальность. Поэтому, как бы, первичный анализ, как бы, состоит в выделении... То есть, каждая ситуация, это как какой-то набор вот этих позиций, взаимодействующих между собой вредит. Которые вы начинаете постраивать между ними отношениями. Какие? То есть, как... Как понять, верно ли мы ухватили природу ситуации и, следовательно, верно ли схему применяемых отношений? В деятельностном подходе такой, эта проблема не очень существует. Почему? Потому что деятельностный подход требует погружения в саму ситуацию. То есть, вы действуете, вы не анализируете это исключительно извне. Они, вот как ученые подходят, вот, как ваши авторы учебников, да. Они из такой, как бы, воздушной позиции прилетают из космоса, как бы, смотрят, как это организовано, и описывают этот организатор. В деятельностном подходе, как бы, вы являетесь участником этой ситуации, да. То есть, если, как бы, бизнесмен пытается... У него есть понимание того, что бизнес является социально ответственным, да. И он, как бы, пытается реализовать схему этой социальной ответственности в его, ну, в сфере, там, социальной помощи. И он, как бы, выстраивает для себя вот эту картину, которая есть. А дальше он пытается действовать, исходя из этой картины. И вот, как бы, понять правильно или неправильно организовали эту ситуацию, возможно только один случай. Вы, как бы, идете, наступаете на гравли, получаете плоху, но вместо того, чтобы, как бы, дальше наступать на гравли, задумываете. Ага. Не так. Видимо, что-то не так. Видимо, как бы, допущена ошибка в понимании и интерпретации ситуации. А сам удар гравлей, как бы, он много мучает. Ага. Оказывается, существуют такие гравли. А значит, отношения, как бы, они такие. И поэтому, в нашей работе, которую мы делаем в деятельностном подходе, мы постоянно чередуем эти такты. То есть, мы, как бы, понимаем ситуацию, исходя из наших знаний, представлений, а оно всегда ограничено. Ограничено, там, той позицией, которую мы занимаем, набором знаний, там, о ситуации и так далее. И это, как говорят, трагическая проблема, как бы, ну, всех, кто что-либо пытается действовать. Потом мы делаем шаг, исходя из этого представления. Получаем результат какой-то. И этот результат опять осмысливается. То есть, и такие такты. То есть, шаг, там, мышление. Шаг, действие. Шаг, рефлексия. То есть, этого действия, там, реакция. Потом, там, следующее. И опять повторяется. То есть, мышление, там, и так далее. И это единственный способ, как бы, собственно, в действительном ходе, как бы, чего-либо понимать, осмыслять, там, достигать. Потом, как бы, по этому поводу, что ключики, там, описать. Вот, без того, чтобы сделать что-то, как бы, исходя из того, что вы на мысли. Ничего, ну, нельзя, нельзя проверить правильно. Критерии истинности чего-либо, это успешность, либо неуспешность деятельности. Деятельность была неуспешной, значит, как бы, ваша схема, которую вы устроили, была неверной. Идем дальше. Возникает вопрос, да. То есть, мы в прошлый раз рисовали, что каждая, каждая деятельностная позиция, она представлена в виде акта деятельности. То есть, там есть продукт, материал, инструменты, знания, там, норма, которую организует эта деятельность. И получается, что каждая, в принципе, позиция, как каждый деятель, он, как бы, автономенно замкнут на самом деле, на себе. То есть, каждый акт деятельности, это такая монада, которая не требует, по большому счету, какого-либо... То есть, это целостность такая. То есть, нету, как бы, выхода и раскопорки куда-то там волны. Каждая деятельностная акта деятельности, он сам в себе организован, а деятельность между тем кооперативна. На одной из игр, то есть, это инвестировалось по следующему образом. Что, предположим, что у нас есть строительство какого-то объекта, на котором работают прораб, как бы, или, там, архитектор, инженер. Они оба рисуют какие-то схемы про организацию деятельности. И они стоят, и у каждого из них есть вот такая доска. Каждый из них чего-то там рисует. Сургаски. И они направлены каждый, как бы, в свою сторону. То есть, прораб, он, как бы, сам организует... У него есть схема, там, план работы, да. И он размечает, там, кому, какую работу он расписывает. У инженера какая-то картинка, есть, там, здание, там, которое им строят, да. Это принципиально разное представление о том, что, как бы, каждый из них делает. У них разная картина своей деятельности. У каждого есть, там, своя ситуация. У этого одна ситуация, у этого другая ситуация деятельности. Этот, как бы, архитектор работает, там, с чертежами, графиками, там, всякими знаниями, которые у него есть для создания проекта дома. Этот работает, там, прораб, с людьми, организацией работ, с пущенными планами, там, и так далее. Каждый из них, в принципе, там, даже представлен друг другу, там, в этой деятельности, на ситуации. Но, как бы, по-другому. Для архитектора прораб это одно, а для прораб архитектор совершенно другое в их деятельности. Так. И, поскольку они, как бы, каждый работает со своим, им не дано принципиально мышление другого. То есть они, с этим материалом мышления работает каждый, там, со своим инструментарием, знаниями. И они не знают, как бы, и не могут, вообще, понять, как бы, чего делает другой. Единственный, как бы, способ связи этих двух позиций, там, наверное, состоится в коммуникации между ними. То есть тут единственный способ, как бы, кооперировать и достичь кооперации в деятельности с другими, такими же позициями, как РТ, это, как бы, какая-то форма коммуникации. Только поговорив, да, мы можем, как бы, уяснить, что один делает, как бы, что другой делает, как бы, как бы, дальше, там, взаимодействовать. То есть коммуникация сама по себе возникает только как необходимость в какой-то кооперативной, коллективной деятельности. То есть если у нас нет проблем в осуществлении, там, своей работы, как бы, то нет необходимости, там, никакой в коммуникации с другими, да. Ну и так, в принципе, то есть вообще коммуникация, она так или иначе связана с деятельностью, которую мы осуществляем, и с моей деятельностной ситуацией. Теперь можно немножко, там, поговорить, да, о природе, там, и структуре, вот этой коммуникации, коммуникативных отношений. То есть чего это такое, то есть не очень глубоко облинаю в это дело, но посмотреть тогда, а вообще, вот, какие сложности, там, проблемы, там, возникают в этой коммуникации, ну, или как она строится, на что эта коммуникация направлена, как она работает, и так далее. Используя, как бы, те же штуки, то есть, видите, мы повторяем ряд графен, да, которые я использую для рассказа вам, то есть расширяем ваше представление о деятельности, то есть рассказываем про устройство этих методологических очков. Мы вот говорили про ситуацию, и вот я рисую ситуацию. По принципу это одна и та же ситуация. Важно это уже о значиповании, да. Я говорю про нормы, да, и вот эти нормы повторяются как мои знания о том, как мне организовать мою деятельность. Это одна и та же нормы, да, в деятельности. И, как бы, вы, как бы, это фиксируете. Мы рисуем позицию какую-то в схеме акта деятельности и позицию в схеме позиционной ситуации. Это по принципу, как бы, опять же, это та же позиция, да. Это значит, что этой позиции здесь мы можем приписать материал, инструменты, расширив это все до схемы акта деятельности. То есть семиотичная семантика, как бы, вот этих значков, она как бы, она, ну и так, и вы так понимаете еще и так. Теперь вот про коммуникацию. Возьмем позицию в деятельности. Да. И эта позиция в деятельности, любой, она всегда, как бы, располагается, как говорится, ситуация. То есть для деятельности всегда есть ситуация. Как организована эта ситуация? Мы в прошлом говорили, что там есть обстоятельства времени, там места, способа действия, там и так далее. Как сейчас. А? Как сейчас. Как всегда. Любая. Если мы входим в деятельность, то будет у нас все всегда идти. Но эти элементы деятельности мы можем вычленить, или как мы можем структурировать эту ситуацию. То есть какие обстоятельства там встречаются. И вот в этой ситуации мы встречаемся со всеми компонентами любой деятельности. То есть когда мы организуем свою работу, то мы раскладываем всякие инструменты этой деятельности. Поэтому у нас есть инструменты. Ну, конечно, я вот в спломастерной доской работают и так далее. Потом, как бы, у нас, как бы, в этой деятельности, в которой мы работаем, как бы, есть материал деятельности. В этой деятельности, как бы, для того, чтобы, как бы, ее организовать, нам нужно знание, как бы, как бы, знание. Знание. Знание, например, тому продукте, там, этой деятельности. Что у нас есть еще? У нас есть, например, данный нам в кооперации кто-то, кто осуществляет с нами эту деятельность. Но это тоже такая сложная штука. Другой может быть вообще занимать любое место в кооперативной деятельности. То есть это сам по себе, как бы, человек, к которому мы вступаем в коммуникацию по поводу там деятельности, он может, там, являться для нас материалом, например, нашей деятельности, инструментом, да, ну и так далее. Не, источником знаний, там, так далее. Ну, как бы, другие, как бы, обстоятельства этой ситуации. То есть вот эта вот штука, акции, у нас есть цели деятельности, да. Обстоятельства нашей деятельности, для нас, это фактически разобранные на отдельные компоненты, элементы схемы акта деятельности, да. Понятно? Есть тогда какой-то другой, и это всё организует нашу ситуацию. Есть другой, у которого, соответственно, какой-то там другой набор обстоятельств этой деятельности. Наши ситуации принципиально разные. Нам, как бы, не дано, как бы, вам знать, о чём мыслить, в данном случае другой, как и ему, в общем-то, не дано то, как бы, о чём он, о чём янется, да. Для нас, как бы, мышление друг друга закрыто. Для нас ситуации разные, да. Тогда коммуникация необходима для того, чтобы установить одну связь с ситуацией одного деятеля с ситуацией другого деятеля. Что происходит? Коммуникант передаёт какой-то текст в другом. Этот, как бы, принимающий текст, он его понимает, да. В коммуникациях, это базовым процессом, является понимание сообщения другого. В чём заключается процедура понимания? Процедура понимания заключается в установке связи этого текста с элементами моей ситуации. То есть, процесс понимания – это установление отношений с, я неправильно написал, как, ну, так или иначе, с мышлением, со всеми элементами, в общем-то, этой коммуникации, со всеми элементами моей собственной ситуации. Тогда, ну, видите, что получается, в результате этого дела, понимания и установления связи текста с элементами своей ситуации, я встанавливаю смысл субъективным этого текста. То есть, он, сам по себе любой текст, он не имеет смысла, пока я не произвёл процедуру понимания. Пока я не установил связь этого сообщения с элементами моей ситуации. Ну, чего я от вас говорю? Пытаюсь подглаваться вслушным, да. Говоря, а вы самоопределите, да. Вы поставьте себе цель какую-то. Потому что, как бы, если, предположим, как бы, у вас там цель, декларируемая, там, я не знаю, настоящая или нет, разобраться с той работой, там, студенческой научной работой, которую я веду в университете, и улучшить её. Это моя цель. Тогда, как бы, это сообщение, то есть, этот текст, который я передаю вам, ну, целиком, на всех этих лекциях, он должен соотноситься с этой целью. И тогда из этой цели ты одним образом понимаешь то, что я тебе говорю. И совсем, прямо, как бы, другое понимание, другой смысл возникает, если, там, моей целью, ну, является, не знаю, там, углубление, там, теоретических представлений о деятелях, вообще говоря. Я вот сижу, как бы, занимаюсь... То есть моя работа, например, еще, не знаю, психологом, теоретиком, да, и психологией, как бы, я понимаю, что, как бы, деятельность, там, эти психологические основы деятельности или деятельность на психологию, это, как бы, то, чем я занимаю. Мне нужно представление человеческой деятельности для расширения понимания вообще обстоятельств работы человеческой психики, не знаю, где в день. Это совершенно другое слушание. Вам совершенно другого это надо, и один и тот же текст, который я говорю, интерпретируется и понимается совершенно по-разному. И восстанавливается совершенно разный смысл этого текста. Вот как была суть коммуникации и то, как коммуникация протекает в деятельности. Соответственно, это точно так же, когда я хочу добиться кооперации своей деятельности от кого-то, я таким образом строю текст для того, чтобы чего-то сделать с этим коммуникантом. Мне необходимо, чтобы он каким-то определенным образом связал, перестроил свою деятельность и иначе связал компоненты своей работы. Ты делаешь неправильно. То есть я хочу добиться того, чтобы он чего-то перестроил. Иначе стал мыслить по своей деятельности. Подобрал другие инструменты, переначал процедуру работы, изменил материал. Понял, что, например, из этого материала этот продукт не получится. Который, жал, не нужен этот продукт, например. Коммуникация протекает и возникает потребность в самой деятельности. Отсюда же все проблемы в коммуникации. О которых вы немножко говорили про кредит. То есть, поскольку ситуации принципиально всегда разные, субъективный смысл одного и того же сообщения, он восстанавливается по-разному. Поэтому, когда вы с кем-то говорите, первое, чего нужно добиваться от коммуниканта, это определенность позиций. То есть, а кто противостоит тебе в качестве деятеля другого? Чего он вообще делает? Какие у него цели? И только после того, когда мы восстановили это дело для себя, то есть, мы поняли свою позицию, осознали его позицию, мы можем чего-то там поговорить про позицию друг другу. Как-то там установить связи с элементами своей собственной ситуации и его ситуации. Отсюда, как бы, всякое непонимание возникает. Потому что непонятно, когда непонятно с кем мы говорим, то непонятно смысл вообще всей этой процедуры. Ну, это такая схема, объясняющая, она про понимание смысла, схема понимания. То есть, понимание – это такая процедура установления смысла. А в результате восстановления смысла появляется понимание. Сама эта процедура означает установление связи текста со всеми элементами своей деятельной ситуации. Вот. По этому поводу байка – это самоопределение понимания. Говорит, что какая-то конференция идет, христианская, и подходит к нему один дядя. И спрашивает, кто? По вероисповеданиям. Я кальвинист. Он такой, а, говорит, я православный, и поэтому по этим вопросам мы с вами никогда не соединемся. Но зато мы можем по вот этим и вот этим вопросам быть вместе с нами против католиков. Они быстро нашли понимание, потому что было понятно, кто в какой позиции находится. Один католик – один кальвинист, другой православный. Значит, у них соответствующий расклад ситуации. В данном случае знаний, кодекс вероисповедания. Поэтому они могут кооперироваться против третьей стороны. Вот так. Дальше. Про деятельностную сущность самой коммуникации. То есть всякий коммуникативный акт, он интенциональный, то есть он направлен на какие-то изменения. То есть мы говорим не просто так чего-то, а пытаемся добиться каких-то изменений где-то. То есть всякие акты – это действия. Как коммуникация. То есть токс. И любые употребляемые слова, там, на любые акты, чвы, они слушать для каких-то изменений. А где эти изменения могут происходить? Что мы вообще хотим сделать? Или чего мы можем, в принципе, хотеть сделать, говоря или добиваясь чего-то, вот в этой деятельностной необходимости коммуникации, для связи, как кооперативные акты. Та же самая схемка, просто иначе. 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 Вот эти стрелочки я рисую разрывными. Почему? Потому что есть принципиальная разница между тем, что говорится и что слышится. До этого мы разбирали, что текст понимается, а понятный текст другой, чем тот, который говорит. То есть, для меня, который говорит, текст представляет одинственную сумму. Я одним образом его понимаю. Для того, кто принимает этот текст, он его понимает и связывает со своей ситуацией. А значит, это другой текст. Он как один и тот же по своей структуре в употребляемых словах, но по пониманию интерпретации это всегда разная текст. Поэтому тут всегда трагическая разделенность того, чего мы хотим сказать, и того, чего будет услышано и принято. И каждая из этих стрелочек имеет три других деления. Три папочки. Эти три папочки соотносятся с тремя способами воздействия на саму ситуацию. То есть, что достигается в коммуникации или на что направлена может быть коммуникация? Сама коммуникация может быть направлена на ситуацию, в которой нахожусь я, а не в другой. На все элементы деятельностной ситуации. То есть, когда я говорю, что я что-то делаю с ситуацией, в этом смысле с ситуацией. То есть, это первая интенция. Изменить ситуацию. Например, я говорю, давайте представим себе, что... Всякую ситуацию можно как-то как-то номинировать. То есть, я, например, говорю, лекция закончена. Моя цель, как бы, поменять структуру самой ситуации. Я могу дать ей другое название. И объявляя лекцию закончена, все, мы закончили. Была одна ситуация, а стала другая ситуация. Следующая возможность. Это тоже действие, направленное на изменение самого себя или говорящего. Но это тоже что-то, что меняет компоненты какой-то деятельности на ситуацию. В принципе, природа как бы одна и та же, это как бы из действий. Это вот, например, Говорение, связанное, опять же, с объявлением, например, своих целей. То есть, я... Вот в этом разговоре католиков с православными, с протестантами, он говорит, я православный. Это обозначение своей собственной позиции. Или, я вам сейчас скажу не как преподаватель, а как обычный человек. Это, ну, меняет статус, меняет ситуацию, в которой мы говорим. Или, там, я буду говорить, там, как методолог. Я буду говорить, как политолог. И это разные... Разные самообозначения, разная позиция, в которой тогда, как бы, я нахожусь. Точно так же, как бы, это может быть обращено к другому. Вот, как бы, я терроризирую вас время от времени тем, что вы хотите, там, да. Как бы, какие у вас цели. То есть, пытаюсь вас подтолкнуть к какому-то самоопределению, там, и определенности. Как бы, это работа вот с этим, с вашей позицией, да. Из которой вы осуществляете это слушание, да, в данном случае. Это то, что делается коммуникацией. Дальше, что может, как бы, делаться коммуникацией. Это направленность на саму коммуникацию. То есть, это средняя стрелочка, как бы, триады коммуникации. Это направленность или интенциональность на саму коммуникацию. Когда мы как-то обозначаем статус самой коммуникации, то, как следует интерпретировать текст, который мы передаем, да. Ну, это, там, разные, там, моменты. Ну, вот такой пример, например, в Библии, там, часто, когда Христос, у нас сейчас Пасху, да. Христос говорит, истину, истину говорю вам. То есть, он обращает внимание говорящему на статус передаваемого им текстом. То есть, я говорю сейчас истину. И далее, как бы, разворачивает какое-то высказывание, да, там, про что-то. Вот пример того, как мы обозначаем или работаем в коммуникации с самим текстом, да. Ну, а третья, вот, там, верхняя стрелочка, это работа с мышлением и сознанием. То есть, это интенция, направленная на изменение мышления или представления о чем-то, да. В основном, как бы, вот такого рода, там, высказывания, они, ну, содержат, там, внутри, там, какую-то, там, логику, там, произвращение доказательств. Да, чего-то, будет аргументация. Ну, или, там, разворачивание каких-то представлений. Все, что я говорю, например, в части, ну, чисто знания конструкций про деятельность, я говорю, это схема акта деятельности. В схеме акта деятельности существуют какие-то компоненты, да. То есть, я в этом месте работаю со знаниями, да. То есть, передаю некоторые, там, знания, компоненты. Ну, то есть, делаю какие-то высказывания, типа, а есть бы, а не есть бы, ну, и так далее. В этом месте тоже понятно, да. Поэтому, вот, как бы, что происходит в самой коммуникации. И это, в коммуникации, это не расчищенный акт обычно. То есть, в одном и том же там тексте, одновременно, как бы, чего-то там сообщается про, там, знания, там, представления, там, передаются какие-то доказательства. То есть, что-то там с мышлением, знаками, там, где мы делаем. Одновременно же, как бы, мы что-то говорим про сам текст. Одновременно же, мы что-то делаем с позициями, там, и самой ситуацией, там, и так далее. Это достаточно сложная такая вот штука, да. Соответственно, когда, то есть, мы говорим, да, то вот эти все планы, которые возникают в самой коммуникации, как минимум, вот эти три очень сложных планы, которые мы должны рефлектировать, в принципе, постоянно. Для того, чтобы, как бы, понимать и разбираться, чего нам говорится, зачем нам говорится, что этим делать, и так далее. Вот такая, как бы, сложная коммуникация. Это еще, если не вдаваться в подробности, связанные с тем, ну, вот, как там внутри, вообще, устроится коммуникативный акт, как одни слова, там, организованы, там, в речевые акты, как эти речевые акты связаны с языком и драматикой всего этого дела, как это все связано, там, с мышлением и, там, схемами этого мышления, и там, и прочее, прочее. Ну, по крайней мере, как рабочая, как бы, ешь, да, она очень классная схема, там, и мне она очень нравится. Поэтому, как бы, можно как-то сидеть, даже, допустим, любой текст, который мы берем, как бы, можно рефорировать таким образом. То есть, вот спрашивая себя, что, как бы, этот текст, ну, сообщает нам в плане, там, знания, то есть, как он заменяет наше представление, да. А, как бы, в данном случае, что, как бы, этот текст делает ситуацией? Нашей ситуацией, как бы, или по ситуации, там, говорящего. А что этот текст говорит сам про себя? Что этот текст, ну, как, привносит нового, там, мышления, например, там, что он сообщает нам такого? Вот про что сообщает ваш учитель. Потому что в социальных старствах, в социальных делах. Что он делает? Что он меняет? Ситуацию, как бы, вас в этой ситуации, знания, как бы, это не много чего. Много чего, но, как это, требует анализа, рассмотрения. И, вот, в этом, в этой работе, в том числе, в прощенении, там, вот, этого синкретичного высказывания по разным компонентам, по разным планам, тоже состоит работа интерпретацией их имена. Такая деятельность, наверное, это. Ситуация о том, что объект есть сам, про себя, в деятельности, и про тебя. Как мы можем знакомиться с объемом самим по себе? Не совсем так. То есть любой объект существует как бы в трех репостатях. Но в деятельственном подходе, вообще говоря, ничего не существует само по себе. Оно существует только как подход или способ нашего рассмотрения этого объекта. И деятельности методологи считают, что мышление организует наш способ видения мира сам по себе. И поэтому то, как устроено наше мышление, так оно, в принципе, и организует мир, который нам противостоит. Это, ну как, это такой почти целебесистский способ взгляд на это дело. Но если бы методологи бы существовали, то, конечно, мир существует. Существует, сопротивляется нашему пониманию воздействия. Тем не менее, важно, что то, как мы мыслим или какие схемы мы применяем, так мы понимаем эту ситуацию. То есть, если бы та же ситуация на Украине сегодня, в Украине, которая производила. Возьмем две полярные точки зрения существующие. Они говорят, что то, что Россия присоединила Крым, это является правильным действием, связанным с тем, что русское, российское государство, оно как бы укрепляется само по себе и тогда распространяет свое влияние на всю большую территорию. И это, в принципе, правильно. То есть, оно берет под защиту крылчан, страдающих от безвальца в Украине. А дальше, как бы, нужно защитить другие территории. Уорусов защитить, Ливан защитить, всех защитить, чтобы они не страдали от наездов. Ну как же не страдать? Вот этот зловредный запад вам навязывает здесь всякие толерантность. И это способ видения организованной определенной схемы. То есть, схемой имперского восприятия мира. Когда всегда есть враги, есть империя, которая восстанавливает мир и защищает, организует благополучие граждан и прочее. Есть те, кто знает, как защитить правильную организовацию и обеспечить это благополучие. Вот такая схема, просто рассуждение о восприятии мира. И вот она сейчас очень сильно, прогрессивно навязывается в российских масс-медиа, во всяких теоретических, в том числе в текстах и прочее. Такая штука. Ну или вот такой способ рассуждения. Но ведь вы не думаете, что это способ рассуждения исключительно идеологического порядка, которого сейчас в России применяют. Имперский способ подхода и осмысления мира и любых проблем, которые есть. Вот, например, имперский способ рассуждения, он применяется в том числе и в Евросоюзе, в каких-то областях. Империя – это то, что защищает и унифицирует чего-либо для пользы всех. Вот они сейчас, например, в Европейском Союзе, чего некогда сильно ужасают, строят цепочку стандартизации всех продуктов пищевых. То есть все, что вам попадает на стол, оно стандартизировано, и Европейский Союз контролирует все от момента произрастания этого продукта до попадания вам на стол. И по поводу всей этой цепочки установлены специальные стандарты безопасности, которые унифицируют все этапы прохождения продукта. Это логика, связанная с защитой и унификацией определенной деятельности в данном случае. Ну, в очень логических целях, в принципе, чтобы люди не ели всякую нехорошую продукцию. Но в сути своей, это логика очень имперская. Потому что она отвергает децентрализацию этого дела, свободу выбора и свободу конкурентных отношений. То есть она задает логику полной унификации этого дела. Это приводит к уменьшению разнообразия. То есть, если мы стандартизируем производимый продукт на каждом этапе, то на каждом этапе уменьшается разнообразие. То, что не соответствует стандартам, выбрасывается. Вроде как бы цель буагая в этом месте, но вот де-факто мы уменьшаем возможное разнообразие. Вот, например, правильно, ну и в Европейском Союзе. В Европейском Союзе вводится вот такая форма объекта. Как по мне, например, думаю, какая должна была быть другой у них. Что, например, существует дать возможность, ну или определить законодательством, что есть сертифицированные товары безопасные, как безопасные товары, и не сертифицированные, как товары безопасные. Я могу купить на свой страх и риск не сертифицированный товар, но если мне этого хочется, то пожалуйста, и сохранить это разнообразие. Сертифицированные товары, они, например, могут получать какие-то субсидии в производстве, но они действительно контролируются весь цикл, они продаются в специальных магазинах, где я могу пойти купить и так далее. Они сертифицированные, пожалуйста, как иначе. И тогда мы сохраняем вот это разнообразие, не уменьшаем это дело. Но для этого нам нужен другой способ видения мира организовать. Есть имперский способ восприятия, это одни схемы и одни представления об этом. А есть вот такой способ децентрализованного представления и вообще организации социально-государственной жизни. что малые общины, они как бы главные, им не нужна как бы этим малым общинам защита чего-то большого, чтобы их ограничивать. Они сами вольны определять способ своей жизни, способ государственного устройства, присоединения к чему-то и так далее. Главное это создать такие условия, где сами общины могут урегулировать собственные проблемы, которые существуют. Это такой подход хоббитов. Есть Мордор, который должен распространить свое влияние на все и Оха Саурона должно со всем следить, чтобы нигде никаких стандартов безопасности не нарушалось. А есть хоббитанский способ, что мы вшили сами хоббиты, если вырастим плохое, то сами потравимся. Но тем не менее наша свобода и наши решения. Поэтому способ организации решения крымского вопроса в хоббитанском представлении был бы такой. Если этот Крым хочет сам себе жить, то давайте дадим ему возможность побыть автономным, независимым, самостоятельным. Например, какой-то осмысленный период времени, чтобы они поняли. Не отделять его, не присоединить, просто дать ему права широкое автономии. И пусть он 10 лет в себе живет сам. Строит свои отношения со всеми как самостоятельно. Мы ему в этом будем помогать. Чтобы он не слишком заткнулся. Поэтому нужно сохранять связи с ним. Потому что сейчас, например, с питьевой водой проблемы. То есть ситуация войны, непонятные экономические отношения. Украинцы перейдут на питьевую воду, а в Крым вода только питьевая поступает. Как включили по водопроводу на центральный Крыль. Беда такая. Там начинаются проблемы сейчас. Потому что непонятно, например, за воду кто-то должен платить. Как за газ? Да, за газ. Они теперь перешли в непонятную юрисдикцию. Как осуществлять сбор платежей за эту воду непонятно. Соответственно, водоказал может не поставлять эту воду. Как бы потребителям и так далее. Возникает какой-то парадокс в этих отношениях. Я так понимаю, что из гуманитарного соображения эту воду не перекроют. Но по чисто экономической логике могли бы и завентить краники. Я слышал, что там же поедет этот канал. Они его вроде бы не могут перекрыть. Потому что тогда и собственная банк добыт земли. То есть изначально? Я пока объясняю как пример того, что если даем хоббитам возможность самоопределения, то не нужно морить их голодом. Сразу же заставляя их самоопределиться. То есть пусть бы себе пожили этих хоббитов в Крыму. Потом бы решили себе сами. Осмысливый период времени он понял, что хорошо, что плохо. Хотят они туда, хотят они обратно. И через лет 5-10 вы организовали нормальные такие референдумы. И они его себе решили тогда. Если это уж такая проблема для них. Вот как англичане сделали с Гонконгом. То есть Гонконг – это часть была территорией Британской империи. И она долгое время существовала в таком полунезависимом статусе. Что сделали потом англичане? Они спросили у этих хоббитов, вы куда? Вы с нами хотите или в Китай? Те сказали, мы в Китай. Китайские хоббиты. У нас страна два строя. Поэтому в Гонконге не капитализм? А в материке хроники старая. А в Китайской полиции везде тоже. Это я опять же про что? Не про Китай, Крым и так далее. А про схемы, которые организуют наше понимание и видение мира. И поэтому нам в схематическом восприятии, какие у нас схемы есть, так мы его и интерпретируем. Соответственно, в оперативности набора схем, которыми мы пользуемся, определяют многообразие понимания и интерпретации того, что происходит в этом мире. Вот Николай, например, ночью не пришел к другому мероприятию. У него куча знаний про все. И он каждую ситуацию может объяснить сразу же и так далее. Через другую схему. Правда, у него никакой деятельностной практической позиции. Поэтому объяснить нужно что угодно, а сделать ни с чем ничего не может. Ну и не хочет. У него нет деятельности установки. Поэтому все его схемы и большая свеклогова пропадают в пусту. А у других людей есть как бы одна крупно-жеткая схема. Она через все понимание мерит для людей. Главное, например, что ничего нельзя изменить. Или все люди козлы. А женщины могут быть такие астеретики. Все, жаль, что она нехорошая. Поэтому нужно очень твердок. Как вы знаете, во всех этих ситуациях интерпретируют исключительно через эту схему. Такой видений существует. Вот так деятельностники, если вы представляете. Поэтому дальше. Что такое естественный объект? Сам по себе. Естественный объект, с которым он ничего не может появляться в особом способе интерпретации и отношения к этому миру. И этот естественный объект, ну или естественная часть этого объекта, это то, что не поддается нашему усилию, нашему воздействию. То есть организацию нашей воли и осознанным усилием. Это такая не захваченная нашей возможностью преобразовывать часть реальность. Вот в этом фломастере есть много чего естественного, что не поддается моему контролю. Он падало притягивается к земле. Если бы я отпущу, он упадет. Я бы хотел, чтобы он летал, но он упадет дальше. Но мне с ним что-то нужно делать. И я понимаю, знаю про то, что он падает и соответствующим образом организую то, как я с ним взаимодействую. То есть я так действую, охватывая его своей деятельностью, чтобы он вел себя так, как мне нужно. То есть я учитываю свойства, естественно, этого объекта, которые не поддаются моей воле изменений, но тем не менее я им управляю. Я им управляю, потому что я знаю свойства этого объекта, я его могу изучать. Могу изучать, как он падает, с какой скоростью он падает, или как он рисует, какие у него там свойства взаимодействия с материалом. Есть такие доски, например, на которых можно одними форсами рисовать, а другими нельзя, потому что они не стираются. Я это должен знать в этом месте. Изучать. Я порисовал, он не стерся, беда такие там. Надо брать полу другу, фломастер. И вместе с тем это тот объект, который я выделяю из этого мира, весь его свойств. Что еще можно делать? Первичная интенция, направленная на вот эти естественные свойства объекта, это исследование. То есть то, что мне не поддается в плане преобразования, я могу исследовать. То есть исследовать в чисто научном практически подходе. То есть положить его как вне, в противолежащий мне объект, и смотреть, какие его свойства. А когда я понял, какие его свойства, тогда я понимаю, как его можно организовать для целей и нужной деятельности. Вот так вот. Еще вопросы? Ну все, спасибо. 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 Спасибо.